Жизнь Дзержинского Десятилетия незабвенных подвигов в деле освобождения рабочего класса. Вы слушаете радиопостановку Феликс Дзержинский. Нет, товарищ Володин, вы ошиблись. Я люблю стихи и очень люблю. С гимназией? С детства. И работа моя от стихов нисколько не отвращает. Ну, люблю не для декламации, конечно. Это вы понимаете. Ну, просто это внутри у каждого. Да. Но мы отвлеклись. Нет, нет. Нет, нет. Напротив, Феликс Эдмундович, мы только приступили к основному делу. Это как же? Мне звонила Мария Ильинична и просила взять корреспондента «Правда» с собой в поездку. Что ж, для чтения стихов. Видите ли, газета «Правда» собирается печатать статью о положении и задачах ленинградской промышленности. Ну, и поэтому я хотел вместе с вами посмотреть заводы, волховстрой. Ну, что ж, очень хорошо. Вот у меня будет на это несколько дней? Конечно. А на сегодняшний вечер... Точнее, ночь. Да. Да, точнее, ночь. Так вот, Феликс Эдмундович, на это время есть еще одно дело. Слушаю. Редакция словаря «Гранат» составляет свод автобиографий деятелей революции. Они уже дважды обращались к вам. Может быть, я несколько лет назад написал свою автобиографию для словаря «Социал-демократов». Вот, возможно, она пригодится и для словаря «Гранат». Ну, вот, прежде всего, вот письмо из редакции. Октябрь будут изучать века, изучать дела и людей. История деятелей отражает изгибы общественной жизни. Но, видите ли, разные люди понимают историю по-разному. И не каждый умеет переварить в уме то, что выстрадала чужая душа. Я понимаю, что одни чаще молодежь считает, что у меня какой-то особенный характер, а другие дома детей пугают моим именем. И, знаете, даже многих моих старых товарищей, наверное, трудно сейчас убедить, что я остался таким, каким и был. Потому что для многих нет имени страшнее моего. Но если бы я сам вызвал себя на самый жестокий допрос, я не узнал бы ничего нового. Федерик Сыдманович, а с чего же началась ваша революционная деятельность? Да, пожалуй, с Вильно. Я вступил тогда в литовскую социал-демократию, вел кружки у ремесленников, у фабричных рабочих. Получил от них имя – Яцек. А было это... Да. Весной 1896 года. Праздник. Ну, Яцек, праздник. И только один пан Зержинский хмур. Хотя за счет нового государя-императора можно целых три дня не учить уроки. Во-первых, особого веселья не испытываю. Был один – будет другой. И никаких надежд, что он будет лучше. А людям свойственно надеяться. Ну, а во-вторых... На три часа назначена торжественная церемония в актовом зале. Молебен за нового государя и присяга. Я хочу до церемонии подать прошение об увольнении меня из гимназии. Ты решил окончательно? А может быть... Ты дотянул бы еще два месяца, получил аттестат. Это ты хочешь сказать? Наверное, еще скажешь о моих способностях к математике. Да, о блестящих способностях. Ну, предположим. Предположим, что я поступлю в университет и стану ученым. Даже профессором. Этого не будет. Вот ты хочешь стать врачом. И это очень нужно, чтобы такие, как ты, становились врачами, образованными людьми, негнушающимися бедняков. А Юлик станет агрономом. Образованным агрономом. Который будет заботиться о земле бедняков. А не о земле помещиков. А что же оставляешь себе ты? Нелегальные кружки и самообразование. Проповеди рабочим, как им жить. Веру в какой-то особый путь, которым отныне должно пойти общество. Я верю в этот путь. А за верой должны следовать дела. Ты понимаешь? Дела. Учиться можно не только в гимназии и университете. А у меня нет времени. Ты был у врача? Скажи, ты был у профессора? Был. Он сказал диагноз. Сказал. Стас! Яцель! Пошли на коруцию. Марусь, сейчас не могу. Я тоже. Попозже. Ну, как хотите. Мы тогда пойдем одни. Мы упадем. Ну, что он сказал? Не томи. Он сказал, что у меня хронический бронхит и порог сердца одновременно. И что жить мне осталось не больше семи лет. Ты понял? Не больше семи лет. Я должен их полностью использовать. Яцель, мне... Здравствуйте. Здравствуйте, господин Дзержинский. Здравствуйте. Добрый день, пан адвокар. Здравствуйте. Яцель, я догоню тебя у костела. Хорошо. Я провожу вас, если позволите, пан Дзержинский. Мы так давно не виделись. Я тороплюсь. Задержу вас ненадолго. Я хотел поговорить с вами. Сегодня день надежд. Очень многие надеются, что при государе Николае Втором изменится положение Польши. Но, к сожалению, не в самой Польше, пан адвокат. Я решительно не понимаю вас. Нельзя же всерьез следовать лозунгу «Пролетарии всех стран, объединяйтесь». Нет, я уважаю ученых-социалистов, которые этот лозунг выдвинули. Отдаю должное вашей горячности и вашим знаниям. Но ведь авторы этого лозунга не поляки, и их лозунг для нас неприемлем. Что общего может быть у любого поляка, будь он рабочий, министр или поэт, с любым москалем? Бестужев, который как друг мне протягивал руку, Тот воин, которому жребий поэта дарован, В сибирский рудник, обреченный на долгую муку, С поляками вместе он сослан и к тачке прикован. Это написал тоже поляк. Адам Мицкевич. Здравствуйте, господин Станицкий. Рад приветствовать вас в столь торжественный день. Рад приветствовать вас. Вы знакомы с отцами города. Уроки? Я даю уроки его детям. Да, я знаю, знаю. Знаю, что вы отличный репетитор. Должно быть, родители ваших учеников не скупятся на гонорары. А куда идут деньги, которые вы зарабатываете? Ваша семья достатком не отличается. Вы отлично знаете, пан адвокат, Что часть денег, полученных за уроки, Я отдаю нуждающимся товарищам по гимназии. Разве это плохо? Нет, 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 напротив, напротив. Это прекрасно. Это могло бы быть примером бескорыстия и благородства, Если бы вы помогали только своим соплеменникам. Но среди тех, кому так благорасположены, И литовцы, и евреи, и даже русские. Я не понимаю разницы, пан адвокат. Вы дворянин, пан Зержинский. Цвет нации. Ваша святая обязанность помогать, А не вредить полякам, помощью и народцам. Вы должны быть с нами, а не против нас. Поэтому мы так заинтересованы в вас. Кто это вы? Мы организация, выражающая истинные национальные интересы Польши. У нас с вами разная Польша. Вы предаете Польшу и поляков. Вы готовы пустить под пули поляков, Для того, чтобы осчастливить и народцев, и прежде всего русских. Пан адвокат, у вас в доме я встречал преподавателей гимназии, Которые вечером много и охотно говорили о свободе Польши И о тяготах польского народа. А утром издевались над поляками-гимназистами Больше, чем самые свирепые русские преподаватели. Вы знакомили меня со своими друзьями, Которым совсем не так плохо живется при москалях. Да и вы, кажется, преуспеваете в своих делах. У нас разная Польша, пан адвокат. Извините, я должен зайти в гимназию. И это был ваш последний приход в гимназию? Да, последний. А потом, потом мы пошли на гору Гедемина, В парк возле старого замка. Несколько гимназистов. Я раз двадцать рвал и переписывал несколько строчек, которые мы собирались произнести вслух. Ведь если клятва становится привычной, к ней всерьез никто не относится. Честью Родины и именем народа! Честью Родины и именем народа! Не испугают ни голод, ни жажда, Ни кровавые мозоли от кандалов, Ни темнота тюремных подземелий. Мы должны отказаться от всех личных благ, От жизни для себя, Ради жизни для дела. Клянусь! Бороться со злом до последнего дыхания! Клянусь! Бороться со злом до последнего дыхания! Клянусь! Клянусь! А потом? Где вы учились потом, Феликс Игнатьевич? Дальнейшее образование больше тюремное. Был выбор. За границу или в Варшаву. Я предпочел поехать в Варшаву. И скоро привлек на сторону социал-демократической организации Целые группы рабочих разных профессий. А тогда, если не ошибаюсь, вас уже звали товарищ Юзеф? Нет, тогда я работал как астроном и франек. Под именем Франека я сидел сначала в Варшавской цитадели, А затем в Седлецкой тюрьме. Я спасался чтением. Книги поглощали меня всего. Целые дни я ходил как очумелый, Словно и не бодрствовал, А спал и видел во сне разные эпохи, Людей, природу, Королей нищих, Вершины могущества и падения. И только по временам этот сон прерывался, И возвращалась кошмарная действительность. Помогите! Убивают! Убивают! Помогите! Заткнись! Товарищи! Плако настреляли! Заткнись, им говорят! Мужи! Мама хата! Грабят, рыжу ручу! Товарищи! Заткнись! О! По временам, в ночной тиши, Когда человек лежит, Но еще не спит, Воображение подсказывает ему Какие-то движения, Звуки, Подыскивает для них мест снаружи, За забором, Куда ведут заключенных, Чтобы заковать их в цепи. В такие моменты Я поднимаюсь, Прислушиваюсь, И чем больше вслушиваюсь, Тем отчетливее слышу, Как тайком, С соблюдением строжайшей осторожности, Пилят, Обтесывают доски, Это готовит виселицу, Мелькает в голове, И уже нет сомнений в этом. Я ложусь, Натягиваю одеяло на голову, Это уже не помогает. Я все больше и больше Укрепляюсь в убеждении, Что сегодня Кто-нибудь будет повешен. На прогулку! Давай, давай, давай! На прогулку! Выходи, выходи! На прогулку! Давай, давай, выходи! Франек! Да? Франек, мы узнали, Кто сидит в 14-й одиночке. Это Антон Россол. Антон? Да. Я его хорошо знаю по Варшаве. Почему его не выпускают из камеры? Никто не знает. Его не видели уже месяца два или три. Господин надзиратель! Кто такой? Господин надзиратель, А что заключенный Россол Из 14-й камеры лишен прогулок? Почему лишен? Вы же не открыли его камеру? Камеры заключенных, Выводимых на прогулку, Остаются открытыми. Никто его не лишал, нет. Заболел он после экзекуции. После экзекуции? Да, да. Откройте. А что это вы здесь командуете-то? Откройте. Видишь, раскомандовался тут. Откройте, откройте. Больше всего не надо. Откройте. Антек. Антек. Франек. Ты в седлице? Второй месяц. Что с тобой? Да, сто розок. Начальник тюрьмы? Да. Зашел просуждать на всякие научно-тюремные темы. Спрашивает, Что мы с ним сделаем, Если революция победит? Ну, я на шутку свожу. Помилуйте. Вы такой чин. А он снова. Бросьте шутить. Я человек семейный. И на всякий случай хочу узнать свою перспективу. Я разозлился и говорю. Ну, если нарываетесь на задушевный разговор, Изволите. Мы вас непременно расстреляем, Ваше благородие. Ну, он усмехнулся и говорит, Ну, что ж тогда за мою будущую смерть, Я с вами сейчас поквитаюсь, Пропишу сто розок. А у вас чахотка с вас хватит. А выживете, запомните пословицу, Не плюй в колодец, Пригодится воды напиться. Анток, Анток. Когда Билли сперва считал, Потом потерял сознание. А теперь вот встать не могу. Одевайся. Зачем? Пойдем на прогулку. Ну, Франк, Я не удержусь на ногах. Одевайся, не задерживай. Люди ждут, а время идет. Что ты? Да ты не волнуйся, ну. Вот возьми сапог обеими руками. Да. И тяни. Ну вот тяни. Ну вот и все. Ну, вот видишь, ты уж не так ослаб. Куртку теперь вот на ней. Кто этого тот придумали-то, а? Да что еще? Оставь меня, Франк. Молчи, молчи. Ну-ка, возьми меня руками за шею. Вот так вот, на закорке, Иначе меня трудно будет не сетя. Держись. Сейчас подниматься буду. Франк, надорвешься. Молчи, молчи. Молчи, молчи. Смирно, смирно, говорю. А мне не на праву. Господин начальник, заключенные второго корпуса построены на прогулку. А это что такое? Это он же. Что это за игра в лошадки, господин Дзержинский? Что в этом незаконного, господин начальник? Кто вам позволил нарушать режим? Разве заключенный Россел лишен прогулки? Никак нет, господин Дзержинский. Свою порцию он получил и может гулять. Если сможет. Боюсь только, что эта радость жизни ему не по силам. Я прошу вас назвать мне параграф тюремных правил, запрещающий одному заключенному ездить верхом на другом заключенном. Вы понимаете, что вы говорите? Итак, если я не нарушаю тюремного распорядка, прогулки Россела будут продолжаться. И предупредите об этом надзирателей. Ах, вот как! Да вы никак смеете мне приказывать? Смею. Я ведь не скрываю, что я убежденный противник существующего строя. И, следовательно, и ваш личный враг. Почему же я должен иначе с вами разговаривать? Разговаривать? Вы! Впрочем, вам самому немного ведь осталось. Не мы, так туберкулез с вами справится. Палач! Мы все равно тебя расстреляем! Все равно! Прекрасить? Молчать, говорю! Держать строй! Ладно. Выводите. Сами подохнут. Франек, солнце и лужи. Посмотри. Посмотри, лужи. Видишь? Между булыжниками трава. Зеленая трава. Франек, жизнь. Солнце. Держи скрепче. Франек, у тебя золотое сердце. Не вертись. Лучше, если у меня будет живое, здоровое сердце. за этот проступок вам грозил не просто карцер, а новый суд? Ведь могли обвинить в подстрекательстве к тюремному бунту? Могли. Побоялись настоящего бунта. Но с этого дня начальник лично присутствовал на прогулках нашего корпуса. Он все ждал, когда я упаду. Когда я кашлял, то старался, чтобы Анток не видел крови. Но жандарм видел. Господин Дзержинский, я уже советовал вашему другу не плевать в колодец, а вы начали харкать кровью. Господин начальник, я слышал о вашей любимой пословице, но я знаю другую. Не пей из колодца, пригодится плюнуть. Труднее всего было соблюдать дистанцию между другими заключенными. Нет, труднее всего было преодолеть стук крови в висках. Нет, пожалуй, труднее всего было не потерять сознание, не упасть у них на глазах. Феликс Эдманович, как же после всего этого вы не ожесточились? Как не потеряли веру в то, что в людях хорошего больше, чем плохого? А вы спросите об этом у самого себя. Насколько мне известно, мы люди схожих биографий, тюрем и ссылок вам не занимать. Да, но я не был назначен после революции на самую трудную, самую жестокую должность в республике. Жестокую, говорите? Не должность, а время было жестоким. Да, очень трудно. Очень трудно, когда нет времени и возможности перевоспитывать людей. Когда время и обстоятельства требуют немедленно применять силу репрессии. Но это необходимая работа, и мы, чекисты, ее выполняем, чего бы нам это лично не стоило. Отсекая безнадежно больное, гниль, мы думали о здоровом. Разрешите? Да, да. Феликс Армонович, вот материалы по делу Воронова, которые вы просили. Итак, товарищ Фомин, можно считать, что с бывшим полковником Вороновым и его группой нам все ясно? Можно готовить постановление коллеги Ивачика? Не совсем. Собственно, с самим Вороновым и его ближайшими помощниками никаких сомнений нет. Это фигуры абсолютно ясные. Но среди них есть человек, действие которого мы окончательно не квалифицировали. Кто именно? Некий Саврасов, Иван Николаевич. Что за человек? Заведующий сиротским приютом. Здесь сейчас приемник для беспризорных ребятишек. Данные для ареста. В списке обнаружен у Воронова. Он стоит в самом конце и рядом пометочка в скобках. Дети. Связь? Точно так. Он раздавал мальчишек по домам заговорщиков. Их использовали как связных. Ну и заодно, разумеется, как бесплатную прислугу. Большие ребята? Малолетки. Восемь-десять годков. Подлец. Где он? Доставлен из тюрьмы. У вас в приемной. Приведите его сюда. Многоуважаемый гражданин... Прежде всего, избавьте меня от вашего уважения. Но, гражданин Дзержинский, я имею сделать заявление. Извините. Сядьте и отвечайте на вопросы. Пожалуйста. Пожалуйста. Скажите, Саврасов, как долго вы работаете на контрреволюционную группу бывшего полковника Воронова? Я вас не понимаю. Ойли, так уж и не понимаете? Не понимаю. Извините. Документов я не подделывал. Вербовкой я агитацией против существующего строя. Я не занимался оружием. Я не хранил. В собраниях заговорщиков участия не принимал. А что значит пометка? В записной книжке Воронова против вашей фамилии. А, да, да, да. Это мне говорил, гражданин следователь. Но я же не знал, что господин Воронов так нехорошо использует детей. А я лично действовал из лучших гуманных побуждений. В приюте плохая пища. Не хватает дров. В семьях же уважаемых граждан, куда я на время отправлял мальчиков. Их подкармливали, одевали. Заставляли бесплатно работать от зари до зари. И к тому же использовали в контрреволюционных целях. А я тут при чём? Извините. Значит, вы лично заботились только о детях? Только о детях. Вы получали за каждого ребёнка в отдельности или за всех сразу? То есть? Вы продавали каждого ребёнка отдельно или всех оптом? Ну, что вы продавал? Что вы? Извините, если я и получал какую-то там сумму, то это исключительно из благотворительных побуждений господина Воронова и других. А то, что он... Да и детям, я имею в виду, что детям приходилось... Сколько? Но ведь мальчикам же было лучше. Их кормили, одевали. В интересах гуманности государства... В интересах гуманности государства вас надо расстрелять. Как? Извините, как расстрелять? Не притворяйтесь. Вы отлично понимаете, что и зачем делали. Вас будет судить коллегия ВЧК как сознательного, злостного и активного контрреволюционера. Извините, извините, как же так? Я из лучших побуждений ради самих детей. Да у меня у самого дети. Как судить? Я же не могу без них. Но младшенькая, младшенькая уже читает по складам, а старший уже два правила арифметики знает. За что же вы меня от них? У вас детей, наверное, нету. Вот вы здесь и сидите. А у меня дети. Дети у меня. Дочка и сын. Вы понимаете? Он говорил мне о своем сыне, а я думал о своем. К тому времени я не видел его уже восемь лет. Да и вообще мне удалось взглянуть на него один раз в Варшаве в 912 году, когда ему не было еще и года. Кто там? Кто там? Простите, здесь живет доктор Гольдшмидт? Уже полночь. Мне очень нужно видеть господина Гольдшмидта. Войдите, я сейчас доложу. Благодарю. Доктор, к вам. Хорошо, Магда. Чем могу служить? Доктор Гольдшмидт? Он же писатель Корчек и директор Варшавского дома сирот. Кто из них троих вам нужен? Я должен извиниться за столь поздний визит. Если человек приходит в полночь, значит, ему это очень нужно. Магда, оставьте нас. Да, да, конечно. Спасибо, доктор. Я пришел просить вас об одолжении. У меня есть брат. Его жена в тюрьме родила ребенка, и вы устроили его в ясли. Вам написал незнакомый человек из-за границы. Подождите, подождите, подождите. Это сын Софии Дзержинской. Кажется, Яцек. Да, да. Могу я увидеть его? Я его дядя. Я понимаю. Именно дядя. Утром вы сможете увидеть племянника. Я не могу утром. Да. Я могу только сейчас. Но ночь. Я не буду будить его. Идемте. Пожалуйста. Пожалуйста. Вот он. Я еще никогда не видел его. Вы близнецы с братом? Что? А, да, да, да. Мальчик похож на вас. На вашего брата. А теперь вам пора идти. Сын. До свидания, сын. До свидания, сын. До свидания, сын. До свидания, сын. Сын. У меня же сын. Он уже два действия арифметики знает. Вы знаете, Саврасов, как легко обидеть ребенка. На всю жизнь лишить его счастья, веры в людей. Сделать из него волчонка, а не человека. Расчет у вас точный. Не человечески подлый, но точный. Превратить детей в рабов. Вы знали, что вы делали, Саврасов. Убедите. Феликс Егумович. Феликс Егумович. Да, да. Простите, Яков Михайлович Свердлов поднимается к вам. Хорошо. Феликс, здравствуй еще раз. Здравствуй, Яков. Что с тобой? Опять плохо себя чувствуешь? Да нет, так мерзкое дело. Что ты говоришь? Понимаешь, Яков, человек торгует детьми и прикрывается государственными соображениями. Ладно. Ты от Владимира Ильича? Да. На 17 февраля назначается заседание в ЦИК, на котором будет обсуждаться деятельность ВЧК и проект ее реорганизации. Завтра начнет работа комиссии Центрального комитета по этому вопросу. Тебе поручение, Владимир Ильича. Слушаю. Он считает чрезвычайно важным разграничить функции чекистов, которые ведут расследования, и трибуналов, которые выносят приговоры. Учитывая реальную и почти неограниченную сейчас власть ЧК на местах, Ильич придает огромное значение этому акту. Ты вот посмотри этот список. Сокольническая военная организация Орден Романовцев. Это списки контрреволюционных военных организаций, раскрытых нами меньше, чем за полгода. Всероссийский монархический союз. Объединенная офицерская организация. Да, вот в ней одной было 38 тысяч кадровых офицеров, готовых перегрызть нам шею в любой момент. И это только в Москве. А в Борисоглебске, в Царицыне, в Костроме. А там, где мы не успели нанести упреждающие удары, как, например, в Ярославле, в Ливнах и, наконец, даже в Петрограде. Ого. Поэтому Ильич именно тебе и поручает руководству комиссии ЦК. Надо обосновать и публично заявить, почему сейчас, в феврале 2019 года, несмотря на всю сеть заговоров против республики, несмотря на угрозу ударов извне, мы издаем новый декрет ОВЧК, оставляя за ней функции следственной организации. А право судить и карать передаем революционным трибуналам. Враги должны нас бояться. Должны. Но рабочие и крестьяне, и специалисты, честно сотрудничающие с советской властью, должны нам верить. Не бояться, а верить. Управ Ильич считает, что именно от ОВЧК многое зависит. Чтобы привлечь на нашу сторону интеллигенцию, которая после октября оказалась перед выбором, мы заинтересованы в ней. Да, мы уже издали специальный приказ с разъяснением, что мелкобуржуазным элементам и особенно техническим специалистам надо дать возможность работать на советскую власть, а не арестовывать их на каждом шагу. У-у-у. Такой приказ для некоторых будет холодным душем на их чересчур горячие головы. Да. Слушай, может, чайку выпьешь? Ну, налей. Спасибо. О, в Труханске был чаек, это да. А ты что, сейчас пьешь лучше? Морковный, и то не всегда. У меня сегодня были два председателя губосполкомов. Рассказывают. У них в губерниях есть уезды, где выдают хлеба на человека полфунта в месяц. И сыпняк. Просит лекарства, а у нас производство лекарств почти полностью прекращено. Соль просит, представляешь? Так соль же есть. Везти нечем. Я позвонил Невскому в наркомпуть. Фан, у меня мы подсчитали, почти половину всех паровозов в республике неизлечимо больны. Попросту говоря, оржавеют. Транспорт становится самой главной проблемой. Да. Значит, мы сегодня смотрели проект новой программы партии к съезду. И я подумал, какой фантастикой может кое-кому показаться ее экономический раздел. Хотя мы и запишем специальный пункт о нынешней тяжелейшей разрухе. Да, это будет своеобразный повод проверить истинное к нам отношение многих людей со стороны. Думаю, не только со стороны, но и своих тоже. Организовать экономику куда труднее, чем ходить в самую доблестную атаку. Феликс Эдмилович, а когда был этот разговор? Примерно за месяц до восьмого съезда. Значит, в феврале девятнадцатого. Да, наша сила в том, что, имея власть, мы не опьянились ею. И понимали, что все честное, все лучшее, что есть в стране, перейдет к нам. Не сразу, конечно, с муками, но перейдет. Владимир Ильич не раз говорил об этом. И знаете, товарищ Володой, я вот сам столкнулся с этим в первый же день после назначения на хозяйственную работу. Наркома путей сообщения в 1921 году. Да, вот именно тогда. И все-таки, зачем вы меня сюда привезли? Зачем полдня вы болтали со мной в депо и делали вид, что вам действительно важно мое мнение? А оно мне действительно важно, товарищ Борисов. Вы знаете, я предпочел бы, чтобы вы меня называли гражданин. Или, на худой конец, инженер Борисов. Хорошо, если это имеет для вас значение. А что касается вашего мнения, мне приходится весьма прилежно постигать сложные технические вопросы. В области железнодорожного транспорта трудно найти консультанта лучше вас. Бывшего генерала, бывшего товарища царского министра путей сообщения. А теперь мы хотим, чтобы вы стали заместителем советского министра. По-нашему, наркома. И вы будете убеждать меня, что вы поверите моим консультациям. Вы знаете, что я убежденный октябрист и верен идеям, провозглашенным этой партией во главе с Родзянко. Эта партия уже не существует. Да, но существует ее идея, несовместимая с идеей большевиков. Я не буду вас убеждать в том, что мы вам верим. Я много знаю о вас. И не думаю, что вы можете спокойно со стороны наблюдать железнодорожную разруху. Наблюдать, как разрушается вами же созданный порядок. Посмотрите, а как же старый мир разрушен до основания. А затем мы наш, мы новый мир построим. И в нем должен быть хорошо налаженный транспорт. А вот в политических лозунгах вы не сильны. Возможно, возможно, вашими лозунгами я не слишком интересуюсь. Ну, жизнь покажет. А где ваши помощники? Как где? Замерзают, голодают. Или, скорее всего, сидят там у вас в каталажке. Пожалуйста, вот лист бумаги. Напишите их фамилии и адреса, мы их разыщем. Сейчас, позвольте. Это отличные люди. Сейчас это... Да, если вы их, конечно, не пустили, как говорят, в распыл. Так, сейчас... Великолепно знают свое дело, да. Вот, извольте, четыре человека. Вызывали, Феликса Дмитриевич? Да. Вот список. Надо немедленно найти этих людей. Хорошо, Феликса Дмитриевич. Позвольте вас спросить, каким образом, собственно говоря, вы намереваетесь прекратить тот хаос, который устроили на железных дорогах? Устроили не мы. Ну, ладно, вдаваться в этот спор, я думаю, нам сейчас не стоит. Но прежде всего мы постараемся восстановить график перевозок. Логично. Из-за пробок на узловых станциях в тупиках и пакгаузах лежат ценнейшие грузы. Их разворовывают. Но для того, чтобы прекратить это, мы приведем в действие весь аппарат ЗЧК. Стрелять будете? Если надо, будем. Затем расходы материалов и топлива. Вот из Сибири нам прислали интересный доклад. В Омске один машинист. В течение 48 часов работал бесперерывно на маневровых путях и опроверг все теоретические вычисления. Нормы на уголе оказывается сильно завышены. Да что? По стране, возможно, огромная экономия. Скажите, но вы хоть вознаградили этого машиниста? Как вознаградили? Вы же сами говорите, что он бессменно двое суток не слезал с паровоза. Он коммунист, исполнял свой партийный долг? Да, логично. Извините. Слушаю, Дзержинский. Это я, Фомин Терексон Мудович. Да-да. Все инженеры находятся дома. Спасибо. Все четверо? Да-да, все четверо. Привезите их всех сюда. Хорошо. Я полагаю, нужна генеральная ревизия. Вот вы за нее и возьмитесь. ВЧК и коллеги Наркомпути вам всячески помогут. Я? Вы с вашими помощниками. С теми? Да. Позвольте, что вы их выпустите? Они живы-здоровы и живут у себя на квартирах. Через несколько минут ваши инженеры здесь будут. Да. Ничего, ничего, ничего. Лихо. Надо бы организовать экспедицию по одной из железных дорог. С какой бы вы хотели начать? С Октябрьской. С Николаевской. С Октябрьской. Именно с Октябрьской. С Октябрьской. Ну, пусть. Хорошо. Хотите? Вместе посмотрим список людей, которых Наркомпуть и ВЧК могут отправить вот в эту инспекционную поездку. Позвольте, позвольте. Список людей? А почему, собственно, вы изволили подготовить его еще до нашего разговора? Я же сказал вам, Иван Николаевич, что много знаю о вас, и мы вам верим. Так, давайте список, давайте. Борисов, Потапов, Федоровский. Знаю, очень толковый инженер. Зержинская. Эту не знаю. Подождите, подождите. Станция слушает. Пожалуйста, 20-217. Соединяю. Алло. Товарищ Тюрин? Говорит, Дзержинский. Послушаю вас, Феликс Инбундович. Скажите, пожалуйста, каким образом в список ответственных сотрудников Наркомпути попала моя сестра? Феликс Инбундович, это распорядился замначальника Казанской дороги. Мы попросили назвать нескольких товарищей на работу разъездными инспекторами, и он приказал записать Дзержинскую. Так-таки приказал? Он сказал, что хорошо знает Дзержинскую, потому что работает в институте, где он ректором. На железной дороге он по совместительству. Так вот, товарищ Тюрин, должности инспектора Едвига Едмундовна Дзержинская не соответствует. Поэтому ни в коем случае мою сестру на эту должность не принимать, как неподходящую по квалификации. Всё. Инспектор железной дороги, между прочим, получает в четыре раза больше, чем институтский преподаватель. Вот именно поэтому? Невероятно, у ваших коллег искреннее желание благоустроить вашу жизнь больше, чем у всех остальных. Самое отвратительное, если мы дадим основания кому-то считать, будто власть мы взяли для того, чтобы самим пользоваться её благами. Не будем больше отвлекаться. Фелик Семенович. Слушаю. Прошу вписать в инспекторскую группу. Хорошо бы включить инженеров-дорожников и специалистов-мостовиков. Фелик Семенович. Фелик Семенович. Фелик Семенович. А вы помните, как говорил Владимир Ильич? Интеллигенция в своё время обучала рабочих марксизму. Сейчас очень важно, чтобы пролетариат научился у этих людей вопросом техники и управления. Ну, Борисовых единиц. Сыночку, если бы они шли к нам полками, не было бы проблемы. Кажется, станция. Фелик Семенович, стоим 20 минут. Вы вызывали начальника строительства, он ждёт. Прервёмся? Да-да, конечно. Я пойду пройдусь. Идёмся, разомнёмся. Да-да. Хороша ночь. В Ленинграде будем часов в девять? Да. Сразу же Волхов. Вечером ему выступать. А как доберёмся до Волхостроя? На дрезинах. На дрезинах. Может быть, лучше взять паровоз? Ну, что? Ни за что не согласиться. Знаете, как он не любит паровозов, отдельных поездов? Да нет, даже не стоит и обращаться с подобным вопросом. Послушайте, вы ещё долго его мучить будете. А то ведь он после вас письма писать сядет. Сестре в Польшу или сыну. Постойте, да он же только что уехал. Какие же письма? Он в поездках почти каждую ночь домой пишет. Надо бы, наверное, начальник строительства поторопить. А то ещё вместе с нами уедет. Не уедет. А вон они, вышли. Поэтому я и говорю, что ваши расчёты, представленные в СНХ, я считаю явно тенденциозными. Позвольте, отвечаю. Работающими на какую-то новую политическую платформу. Я ещё не знаю на какую. Но чувствую, что к очередному съезду партии эта платформа будет предъявлена. Феликс Эдмундович, это обвинение несправедливо. Я представил все данные по запросам ответственных работников в СНХ. А вы что думаете, что в СНХ не ангел или что там нет бюрократов? Наша политика как раз в том и заключается, чтобы там, где в аппарате работает 500 тысяч, работало бы 200 тысяч. А вы предъявляете документ, по которому на каждого рабочего подвод чиновника. Ну, кто, позвольте вас спросить, будет платить за всё это? Рабочий или крестьянин? Значит, что же, сначала лицом к деревне, а потом кулаком к ней? Это вопрос политический. Мы же представили хозяйственное обоснование. А вы не забывайте, что хозяйственник обязан быть политическим деятелем. И что мы живём и работаем в государстве, который недаром называется государством рабочих и крестьян. Да, но для арифметики неважно, какому классу принадлежит человек, ею пользующийся. Экономические показатели сами по себе не зависят от желания политических деятелей. Экономические показатели не существуют сами по себе. Вне энтузиазма одних и скрытого саботажа других. Но энтузиазм нельзя планировать. Вы понимаете, что нет единицы учёта? Планировать в единицах учёта, как вы выразились, может и нельзя. А вот учитывать можно и должно. Феликс Эдмундович, вам не кажется несколько рискованным перенапрягать самоотверженность пролетариата? А я помню мои молодые годы, когда был массовым агитатором. Я помню, как эти массы жертвовали всем, идя под расстрел, как их беспросветная жизнь приобретала красочность и радость именно благодаря идее. По-моему, это идеализм какой-то. А вы, разумеется, материалист и подкованный. Не понимаю. Как же вы, подкованный материалист, забыли Ленина, что идея, овладевая массами, становится материальной силой? Ну, это формула политическая. А я же хозяйственный. Это я уже слышал. Я вернусь в Москву через несколько дней, и на коллегии в СНХ мы заслушаем ваши новые экономические обоснования. Действительно экономические, а не липу. А когда будете их составлять, перестаньте клясться именем рабочего класса и не мешайте ему действительно проявлять свои силы и способности. Хорошо, Эликс Эдмундович, хорошо. Счастливой поездки. Спасибо. Будьте здоровы. Будьте здоровы. Спасибо за пожелание. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok